Время новостей Татарстана Праздник на грани Деда Мороза дорогие, зараза Оказалось ли Казань готова к предновогоднему ажиотажу? Выяснял Рамиль Шайдулин Пора фейерверков В центре города очень сложный работ Почему? Потому что безопасных расстояний тут нет Инструкция по применению салютов у Салавата Мухаммадулина Изменения в судьбах людей, политики и экономики Человеку каждые 12 лет, то есть 12, 24, 36, 48 лет Дается возможность выйти на новый этап социального развития Что предвещает смена очередного знака Нового года? Анна Городнова Весь столичный праздник Да, готовы, ждем гостей Каких мероприятий ждут горожане С афишей для них Альбина Мюнебаева Рэмю Минаж в Казани Где в городе можно увидеть французский уличный театр Альбина Слагараева Плохая видимость помешала полетам Сегодня в Казани задержано 30 рейсов Три самолета и вовсе не смогли вылететь Погодные условия нарушили штатный режим работы аэропортов Бегишева и Бугульма Накануне они не смогли принять самолеты Из-за тумана три воздушных судна приземлились в столице В итоге пассажиры добирались до мест назначения на автобусах Отменены рейсы в Ашхабад, Дубай, Москва, Домодедово С пассажирами работают представители авиакомпаний В соответствии с федеральными авиационными правилами Предоставляются напитки, горячее питание и гостиница Шлагбаумы вне закона Одна из проблем новогодних каникул Забитые парковки и невозможность поставить машину в центре Но иногда ситуация намеренно обостряется Виной всему несанкционированные шлагбаумы И самовольно установленные ограждения для въезда Прокуратура Татарстана объявила борьбу незаконным преградам На местах, где казанцы строят баррикады Побывала Алина Бережная Приходится приезжать целых 5 километров, чтобы доехать до работы Перекресток улицы Листопадная и Каинлы Здесь железный забор местные жители установили более 10 лет назад Ограждение мешает проезду автомобилей А пару раз и вовсе становилось причиной аварий Соседи, которые здесь живут, они уже не один раз туда врезались Тоже такое было Мешает забор только автомобилистам Пешеходы напротив находят его живописным Очень удобно ходить отсюда, летом тем более Тут сад, тут проходишь мимо Просто приятно даже Смотрите, подышать Подышать Бетонные плиты, шлагбаумы, железные заборы Институт уполномоченного по правам человека в республике За год только в Казани выявил более полутысячи незаконно установленных ограждений Известны факты Такие шлагбаумы помешали проезду экстренных служб Наши улицы ездить нельзя Давайте объезжайте через другую улицу А там живут такие же люди Такие же люди, которые хотели бы и спокойствия, и тишины, и безопасности своего проживания Нельзя решать проблему за счет одних, нарушая права других граждан Пока одни борются, другие зарабатывают на лакомом кусочке Давно вы так берете деньги с людей? Не знаю, года 10 точно, наверное, есть 15 минут бесплатно, а дальше 50 рублей Территория возле одного из торговых комплексов в центре города за 10 лет превратилась в золотую жилу Здесь шлагбаум служит пропуском на платную парковку В центре города негде оставить машину Вот и приходится автомобилистам прибегать к незаконным платным услугам Проверку таких ограждений на днях провела и прокуратура республики Теперь демонтаж конструкции, ответственность исполкомов районов Казани По результатам проверки прокуратурой района было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства Которое на сегодняшний день находится на стадии рассмотрения Теперь, если в течение месяца исполком не отреагируют на замечания прокуратуры То более 500 дел будут направлены в суд Алина Бережная, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань 12, 24, 36 и 48 Это не просто цифры, а жизненные циклы Татарстан готовится встречать год собаки по китайскому календарю Рожденные в этот год могут кардинально изменить свою жизнь или повторить события прошлого Астрологи, например, связывают это с планетой Юпитер, которая делает оборот вокруг Солнца каждые 12 лет Итак, мы нашли тех, кто не просто родился в так называемый год собаки, но для кого он стал переломным В 2006-м Данил Филатов играл в хоккей за школьную команду Только спустя несколько лет он вспомнит, что события тех лет предопределили его карьеру Турнир «Золотой шайбы» приехали снимать репортеры Процесс съемки так заинтересовал 12-летнего мальчишку, что он решил, с чем свяжет свою жизнь Я пошел учиться уже после школы в институт на кинооператора И вот на данный момент я работаю сейчас на телевидении Как бы мечта сбылась Случайность это или звезды так сошлись, Данил не думает Главное, о своем выборе не жалеет Повторение определенных событий в жизни страны и людей происходит непросто Так каждые 12 лет Именно через столько времени планета Юпитер совершает полный оборот вокруг Солнца И возвращается на то же место Поэтому еще в Древней Персии считали, что каждые 12 лет человек духовно возрождается и готов к новым планам и достижениям Сейчас на данный момент Юпитер находится в знаке Скорпиона Эта тенденция расширяет нам возможности для кредитования, возможности для использования чужих финансовых средств Также заставляет, побуждает быть более внимательным к страховым взносам И внимательнее к своим деньгам Если посмотреть на события с периодичностью в 12 лет назад, можно говорить о финансовых потрясениях в стране и мире 94-й год, расцвет МММ Люди скупают акции, которые дорожают каждую неделю, а позже остаются ни с чем На ММВБ был зафиксирован ажиотажный спрос на доллары Черный вторник 94-го за день курс рубля упал на 25% Цены в магазинах скачили вверх, а финансовое руководство страны было отправлено в отставку И в 2006-м курс доллара резко упал Вновь биржевая паника А вот стоимость барреля нефти, на удивление, в 2006-м и в конце этого года практически одинакова Давай, вот это сначала, который поставим, который съел Наталья Сагитова в 94-м определилась с местом работы в милицию Она пришла после института В 90-х ни одно криминальное событие не прошло мимо ее репортажа Тогда Казань захватила волна ОПГ Но те времена запомнились пресс-секретарем МВД еще и личными событиями В 94-м году я познакомилась с твоим будущим мужем Просто случайно в компании общих друзей Ну вот, до сих пор мы живем вместе Демографическая ситуация в стране решается тоже с удивительной периодичностью В 2006-м было принято решение выплачивать мат-капитал за второго ребенка А через 12 лет использовать его можно и на ежемесячные пособия до полутора лет Год собаки, похоже, волнует денежный вопрос 12 лет назад в оборот ввели пятитысячную купюру А уже в следующем году мы сможем расплачиваться снова новыми Номиналом в 200 рублей и 2000 Ну а наши герои тоже ожидают перемен в свой год рождения Так Данил хочет воссоздать хоккейную команду и снова встать на лед Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Годовой цикл итогами года сегодня закрыл депутат Госдумы Эльдар Гельмуддинов В этом году из федерального бюджета в Татарстан привлекли 86 миллиардов рублей И в этом есть заслуга депутатов от Татарстана Активно они участвовали в создании таких законов, как усиление ответственности за продажу нелегального алкоголя Сохранение налогов для особых экономических зон и упрощение системы самообложения А вот резонансный вопрос преподавания госязыков еще должен пройти через парламентские слушания в Думе Также депутат рассказал, чем татарстанские парламентарии занимались в эту осеннюю сессию Не посыпать голову пеплом, а все проанализировать Надеемся выйти на конструктивное нормальное решение без политизации, без выкриков Должны быть общие правила игры, которые направлены на защиту и на поддержку государственных и родных языков Праздничная истерия до Нового года два дня На казанских прилавках уже дефицит Где-то не найти новогодних убранств, где-то продуктов питания Таков предпраздничный ажиотаж этого года К слову, Новый год столице отметит не только казанцы По данным ательеров Татарстана, свободных мест нет даже в гостиницах Все забронировано туристами В предновогоднюю суматоху окунулся Рамиль Шайдулин Ну, я сразу, я вижу уже На елочный базар Гузель Чернышева выбралась хотя бы сейчас Пока еще можно выбирать На Новый год отборных елок может не остаться Постепенно, когда покупаешь, ну, как-то меньше народу бывает И уже в последний день не надо бежать все покупать Да и по ценам На базаре можно сторговаться, но это вряд ли получится в магазинах Считает Виталий Качеев На елке нормальные цены Деда Мороза дорогие, зараза У новогодней тематики самые востребованные позиции Поэтому мандарины, елки и Деды Морозы Все это на прилавках Но чего-то особенного уже придется хорошенько поискать Хотела еще купить красную рыбу Но здесь я не нашла Магазинов тоже нет, здесь тоже пока нет За пару дней до Нового года можно уже начинать ходить пешком За оливье и шампанским Горожане едут на своих машинах Тем самым забивая даже самые крупные парковки города Торговые центры не вмещают желающих На парковках свободных мест нет уже несколько дней За продуктами приезжают фургонами Чтобы новогодний стол был богатым Корзины заполняются почти до отказа К чему ведут такие застолья не понаслышке знают в аптеках Куда после Нового года бегут спасаться от переедания Больше желудочные препараты берут все-таки Улучшающие пищеварение И в основном, как я говорила, антипростудные препараты Это номер категории апартамента Это номера повышенной комфортности И даже эти дорогие номера, они заняты на Новый год А вот туристы будут отмечать праздники в фешенебельных номерах Казанские отели рапортуют Свободных мест нет с первого по второе И снова битком Гостиницы будут с третьего по седьмое В Казань на Новый год едут европейцы Меню подобающее Будут итальянские мотивы в меню Понятно, что если Италия, то это и вино в том числе От изысканных вечеров к среднему чеку Сколько обычно тратят на новогодние праздники Никто не дает точных цифр Но по наблюдениям психологов В это время поднимать цены всегда проще Вот такая она предновогодняя истерия Успеть все, чтобы с 31 декабря по 7 января Новогодний стол не оскудел Главное во всем знать меру Ведь все праздники, как бы это ни было грустно Рано или поздно заканчиваются Рамиль Шайдолин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань В Казани после новогодних каникул Откроют пункты приема новогодних елок Работать он будет на Аделику ТОИ-160 Круглосуточно с 10 по 31 января Главное условие очистить новогодний символ От мишуры и украшений Ведь елочки пойдут на корм козам На ферме в селе Шеланга Верхнеуслонского района В одном ряду с шампанским и мандаринами Фейерверки один из главных атрибутов нового года Штрафы за них растут Места для запуска ограничиваются Но это мало кого останавливает Инструкцию по применению пиротехники подготовил Салават Мухамадуллин Разноцветное небо, яркие огни и громкие хлопки Новогоднюю ночь без салюта уже не представить Хотя в этом году самому удастся зажечь Разве что бенгальские огни и хлопушки Если хочется чего-то большего То добро пожаловать в специальные места В Казани это 4 локации для запуска пиротехники Иначе штраф 4000 рублей Согласитесь, лучше потратить их на такси Да еще и останется на годовой запас бенгальских огней Но даже добравшись до одной из точек X Не стоит расслабляться Ведь здесь придется поиграть с огнем Зрителей лучше отвезти на 20 А то и 50 метров от места запуска фейерверка Запускать салют должен только взрослый и трезвый человек Синтетическую одежду лучше исключить Сейчас мы запустим С появлением искры нужно сразу же покинуть место ее дислокации Кстати, если салют не запустился То лучше переждать минут 10 И бракованный фейерверк может сработать с задержкой А вот у них браков и задержек быть не может Компания Александра Островского запускает городские салюты больше 10 лет Их обоймы перевозятся спецмашиной А подготовкой залпов занимается целая бригада Безопасность здесь превыше всего В центре города очень сложно работать Почему? Ну потому что безопасных расстояний тут нет Понимаете? Реально А как выходитесь из ситуации? Ищем что-то, как-то куда-то приглашаем в другое место Чтобы Новый год не омрачился ЧП Если вы, конечно, не профессионал То лучше воспользоваться обычными бенгальскими огнями Ну или хлопушками Слават Мухмадуллин, Денил Филатов Так, кстати, делать нельзя Слават Мухмадуллин, Денил Филатов, ТНВ, Казань Итак, Казань в предвкушении новогодних праздников и развлечений Вплоть до завершения каникул Во всех столичных парках и скверах Будут работать артисты Альбина Менебаева с обзором Куда стоит сходить и что нужно увидеть На пару с коньками предлагают встретить Новый год В парке Черное озеро При хорошем таком минусе Каток откроет уже в 9 утра И покататься можно будет до позднего вечера До 3 утра уже 1 января 31 числа утром, рано уже У нас ребята начинают Работы по восстановлению Ледовой поверхности 30 декабря здесь же в парке Покажут спектакль-экскурсию О жизни Льва Толстого Мероприятие подготовили и для взрослых Скучать точно не придется Особенно с иностранцами Французский дух праздника в Казань Привезут артисты Ремю Менаж Они подготовили захватывающее путешествие Во времени Развлекать горожан Они начали уже сегодня В Горкинско-Аметевский лес переместятся французские театралы И лучше здесь искать все места повыше Потому что обещают шоу на стыке музыки, танца и цирка Артисты будут выступать 30-го, 31-го, с 4-х до 5-ти Французские артисты ждут казанцев и в других столичных парках В один день и сразу в двух локациях После французов казанские парки займут московские клоуны Выступления театра клоунады Высокие братья уж точно не получится пропустить Их можно будет увидеть практически во всех столичных парках В парке же Горького Они будут выступать 30-го декабря и 3-го января Горожане ждут развлечений Им остается лишь подстроить мероприятие под свои планы Смотрю афиши и планирую посетить мероприятие казанские новогодние Если погода позволит, то на кота ходим Отдыхать, еще гулять Что касается новинок этого сезона То безусловно это программа зима в парках Которая проходит в наших отремонтированных, отреконструированных парках Обновленных парках Детская программа ждается в сквере Дербышки В парке Калейдоскоп подготовили развлечения на любой вкус И языки иностранца, клоуны и мастер-классы Мероприятия яркие и разнообразные Как новогодние конфетти Альбина Минебаева, Марацет Гараев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Праздник не ограниченный эмоциями Сегодня в казанском тюзе прошел благотворительный спектакль Пингвины, дети с ограниченными возможностями Ребята из неполных семей и сироты попали в настоящую сказку Как и чем удивляли особенного зрителя, расскажет Алина Мусина Шамиль так же, как и все, учится в школе, любит играть в футбол Несмотря на свой юный возраст, уверен, никакие трудности в жизни не страшны, когда веришь в мечту Ведь Новый год – это время чудес Да, очень ярко и красиво Делать других счастливыми – их профессия Для детей-сирот и инвалидов ежегодно Казанский тюз дарит такие добрые подарки на Новый год Ведь ощущение новогоднего счастья должно быть у всех Не каждый ребенок может тебе позволить сходить в театр, получить подарки Сегодня мы старались сделать праздник таким детям Веселые хороводы, игры и море эмоций А еще памятные фотографии с любимыми сказочными персонажами И, конечно же, главными героями торжества – Дедом Морозом и Снегурочкой А после гостей праздника ждал еще один сюрприз Театр представил ребятам премьеру новогоднего спектакля «Пингвины» Хочу, чтобы все люди были счастливыми, здоровыми, никогда не ссорились Я хочу, чтобы они не болели, чтобы у них все было хорошо Несмотря на то, что этим детям иногда трудно поверить в чудо Сегодня они это сделали Ведь каждый из них убежден в одном Что под Новый год все, что пожелается, все всегда произойдет Все всегда сбывается Алина Мусина, Мерзалишев, ТНВ, Казань А в парках города, несмотря на плюс, настоящая зима Специальную программу «Зима в парках» подготовили на празднике по предложению Рустама Мениханова И уже сегодня по улицам медведей водили Так начали выступления уличные театры Парк Горького и парк «Черное озеро» осветили ростовые куклы из Франции Это неповторимое шоу на стыке искусств Спектакль «Медвежья пасть» наблюдала и Альбина Солгараева Сегодня парк Горького превратился в маленький Париж Здесь выступает уличный театральный коллектив из Франции Это синтез искусств, театр, музыка, цирк и клоунада Это не просто представление, это настоящее шествие Оно отличалось тем, что зрители не просто стояли и смотрели спектакль Они гуляли по парку вместе с куклами Ну, книжки понравились, как прыгун вот этот Мне больше всего понравилась французская музыка Немножко присоединились к французской культуре Большие медведи так и не управляются Прекрасное выступление, классные костюмы Вообще в восторге Я даже взрослого сына привела с собой Потому что, а когда бы мы это увидели? Высокие братья будут в Казани еще три дня Завтра они выступают в Горкинском-Метинском лесу и в парке Крылья Советов Так что у казанцев еще будет возможность полюбоваться великолепным представлением и погреться горячим чаем Сегодня зажгла свои гирлянды и главная елка Казани Татарстана В этом году она обосновалась на новом месте, на площади Тысячелетия Чтобы туда попасть, нужно пройти ледовый городок Его украсили традиционные новогодние атрибуты и символы предстоящего года Как чувствуют себя фигуры при такой теплой температуре И не мешает ли погода празднику, узнал Дмитрий Аринин Раз, два, три, елочка, гори! Раз, наступающий Новый год! И вот она нарядная 20-метровая красавица, которая будет радовать казанцев и гостей города все новогодние праздники Много-много радости детишкам и взрослым принесли многочисленные игрушки и гирлянды Зажигали сегодня не только в прямом, но и переносном смысле Шоу устроили лучшие Дед Морозы Казани Вот они, на сцене! Как пойдешь за порог, всюду лени, а истоком порог сини-сини По соседству с елкой открылся и ледовый городок Вот изо льда и снега мастера вылепили фигуры Здесь и традиционные новогодние герои Вот она, Снегурочка и Добрый Дедушка Мороз Угадываются его контуры Будет еще одно в прямом смысле большое и красивое развлечение Вот эта вот огромная ледяная горка Здесь все очень круто и мне все нравится Супер! Очень классно, очень здорово! Все понравилось! Деда Мороза прекрасный! Спасибо! Хотелось бы, конечно, Мороза, как бы Но так все хорошо сделали При такой температуре фигуры, конечно, немножко потаивают вам пода Однако стоят достаточно твердо И, думаю, могут порадовать казанцев достаточно долго Казанцы! С Новым Годом! Дмитрий Аринин, Данил Филатов, казанцы ТНВ Казани Далее о спорте, о погоде А сразу после итоговая программа Вызов 112 расскажет о самых настоящих героях нашего времени Мы же встретимся с вами еще раз сегодня в 21.30 Так что до встречи! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пусть этот год пройдет под знаком счастья и добра Пусть он будет успешным и радостным для вас и тех, кто вам дорог Группа компаний ТАИФ Московский цирк Никулина представляет Карина и Артур Багдасаровы с новогодней программой Планета 13 По 8 января, ТАК, нефть, арена, Казань Встречай праздники вместе с пятерочкой Только с 18 по 28 декабря Получи подарок 100 рублей при покупке от 1000 рублей Используй подарок в новом году Сделай новогодние праздники ярче Пятерочка выручает Новый Год Это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса Чудеса, которые мы создаем сами Казань Орксинтез поздравляет вас и ваших близких С наступающим Новым Годом! В поисках выгодного предложения ипотеки Вы обходите много адресов Заоблачная, высокая, средняя, рыночная Но если вы ищите низкую ставку, запишите Выгодная Банкаверс Доступная ипотека здесь Финальная распродажа автомобилей Ниссан в Канапте Выгоднее не будет Преимущество до 400 тысяч рублей Регистрация в ГИБДД в подарок Ваш Ниссан ждет вас в Канапте Оооо! Суперакция в деньги мигом! Деньги под 0% на 7 дней Без залога и поручителей Подробности в офисах и на сайте компании Пусть как в сказке сбываются мечты Любви вам, счастья, красоты Компания ТАТ-Телеком поздравляет жителей Татарстана с Новым Годом! Начни Новый Год с театра Посуда торговой марки Мечта Уникальный дизайн Приемлемая цена Качественное немецкое покрытие Ручка SoftTouch Безупречное качество Профессионалы рекомендуют 30 декабря, а также 3, 5, 7 января Приглашаем в сквер Дворца земледельцев На новогодний праздник Обувь от компании Идеал Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт Мы победили, потому что мы были вместе Сегодня люди разных национальностей, вероисповеданий Плечом к плечу стоят на защите одной большой родины Победили фашизм, победим и терроризм Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Волейбольные команды сделали новогодний подарок своим болельщикам Мужской зенит и девушки из Динамо завершили год победами над принципиальными соперниками На паркете центра волейбола состоялся матч женской суперлигии В гости к подопечным Решата Гелезудинова пожаловал одноименный клуб из Москвы Безусловный фаворит российского чемпионата Упорным для казанской команды выдался только второй сайт В котором Динамо переиграла соперниц со счетом 27-25 А в третьей партии гости взяли верх усилиями одного из лидеров клуба Натальи Гончаровой Итоговый счет 3-1 в пользу местного Динамо Следующий матч наша команда проведет 7 января на выезде в Челябинске Мы проиграли партию, практически разгромно проиграли эту партию И мы вот вышли совсем другими уверенными Может быть это так казалось и нам казалось со скамейки, что мы уверены Поддержали почин женского клуба и наши мужчины-волейболисты Зенит в третий раз в сезоне обыграл локомотив На площадке новосибирского комплекса «Север» игроки столицы Татарстана оказались сильнее в трех сетах Нынешний декабрь получился для казанских волейболистов очень сложным Матч против Новосибирска в чемпионате страны стал для «Зенита» 12-м за 27 дней Причем в предыдущих 11 встречах команда «Олекна» ни разу не уступила Казанцы выиграли Кубок России и Клубный чемпионат мира Успешно стартовали в Лиге чемпионов и продолжили победное шествие в национальном чемпионате И есть такое небольшое успокоение, что на Новый год уходим с хорошим настроением, что многое что получилось За шахматную победу подарок от Деда Мороза В Казани завершился детский предновогодний турнир по интеллектуальному виду спорта Открытый региональный отборочный чемпионат Татарстана собрал более 170 юных шахматистов Это своеобразный отбор на первенство республики Основная часть соревнований пройдет в марте, а пока дети выявили лучших в двух возрастных группах Татарстан в этом сезоне отличился не только количеством Впервые наши юные воспитанники шахматной школы стали призерами первенства российского уровня По итогам чемпионата лучшими были признаны шахматисты школы имени Рашида Нажмединова И это все новости спорта к данной минуте С наступающим вас Новым годом! До свидания! Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ Спонсор выпуска изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Данил Мастер поздравляет всех с наступающим Новым годом И желает исполнения всех желаний А для уюта и комфорта в доме закажите шкаф-купе по вашим размерам Только до 9 января назовите пароль ДМебель И получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде В погоде пока без значительных изменений По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики Будет облачно, без осадков и до 1 градуса мороза На северо-востоке пасмурно и около 0 градусов На севере республики местами ожидается снег Температура воздуха там составит около 0 градусов На северо-западе Татарстана Облачно, без осадков и до 1 градуса тепла На юго-западе республики местами ожидается дождь Температура воздуха там составит плюс 1 градус В центральном районе республики местами снег и около 0 градусов В последующие сутки температура в республике понизится Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще! Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара Станет желанным подарком в любом доме Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким Незабываемый вкус и аромат праздничных блюд Встречайте Новый год с Кукмарой! Кукмарский завод металлопосуды Один из ведущих российских производителей Литой толстостенной алюминиевой посуды По торговой марке Кукмара В ассортименте более 400 наименований товаров Посуда с антипригарным и декоративным покрытием Товар для туризма, отдыха, формы для хлеба В предстающие сутки в Казани будет облачно, без осадков и около 2 градусов тепла Ветер южный, умеренный Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба Влажность воздуха 94% Строительно-монтажное управление 12 поздравляет новоселов ЖК Приволжский с наступающим Новым годом Счастья вам и семейного благополучия Торопитесь и вы стать обладателем квартиры в доме на берегу Волги В Новый год в новой квартире Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана Строительно-монтажное управление 12 Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК Приволжский В Новый год в новой квартире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова